здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию немножечко необычную приманку изготовленную на овсетном крючке приманка такая была изготовлена для рыбалки ультралайтом для поимки ну практически любой хищной рыбы в данном исполнении больше она была изготовлена для ловли судака поэтому как-то классифицировать ее это или для окуня или для допустим щуки затруднительно потому что в разных вариантах и в зависимости от того какая русская какая пушка ловит с успехом практически всю хищную рыбу поэтому давайте мы просто его будем стример для хищника приступим для вязания я использую обыкновенный овсетник который не является в данный момент для нас какой-либо проблемой одна только лишь особенность это в том чтобы подобрать чтобы здесь была значительная площадка для конкретной рыбалки я его буду изготавливать поэтому я его немножечко огружу на месте изгиба я закреплю глазки гантелька которая можно приобрести через интернет-магазин или же закажите знакомому другу токарю и дополнительно еще мы грузим с вами свинцом как раз самом где идет переход загиб изгиб нашего овсетника я креплю глазки вот так немножко неудобно но в то же время с помощью клея они у нас будут хорошо держаться и приблизительно с середины цевья я промазываю клеем и произведу огрузку уже немножко еще свинцом свинец толстый брать нельзя потому что тело у нас и так выглядит не совсем похожее на нормального малька поэтому мы должны не делать здесь дополнительно горбулей которые так нам создал сам крючок но его форма очень хорошая поэтому как говорится не зацепляй к на все случаи жизни и действительно не зацепляй к очень хорошо проводить по любой растительности по закоряженным местам показывает себя по кувшинке по любым как у нас говорят жабов ником проблем никаких не возникает довольно таки хорошо работает зацепов ну зацепить можно все что угодно зацепов практически небо остаток свинца я доматывая весь подровняем место крепления промажем еще клеем и хорошо его теперь уже окончательно закрепим в этом варианте довольно таки хорошо и было бы к месту использовать вольфрамовую проволоку которую я иногда использую при изготовлении но учитывая то что огрузка мне не нужна довольно таки большая а достаточно для ультралайта и этих двух с половиной граммов вполне будет достаточно желательно сразу выравнивать все наши неровности которые будут иметься так как здесь мы на теле дополнительно ничего кроме блестящего даббинга крепить не будем вот так и теперь я немножко еще промажу клеем и возьму расщеплю нить поделю ее приблизительно пополам чтобы мне было удобней и и вот такого даббинга я ну будем говорить разных оттеночков разных цветов я добавлю в раз в равных частях потом мы с вами сможем его еще дополнительно подкрасить какие это и делаю белого оливкового оранжевого красного скручиваю свою веревочку вот так и наматывая тело рыхлость даббинга даже приветствуется потому что мы его садим на клей и достаточно хорошо он у нас будет держаться на теле нашего стримера и теперь аккуратненько проматываем глазки чтобы не создавать у нас дополнительно утолщение и нить переводим за глазки как вы видите нормально тело хорошо промоталась оттенок мы подобрали очень хорошо и теперь место вот на этой площадке которая у нас над глазками и ровненько площадка мы здесь должны закрепить очень красиво с вами оставшийся материал мы будем изготавливать промажу я здесь немножечко клеем я подготовил вот такой мех песо по длине возьму совсем небольшую щепоточку где-то приблизительно по толщине как ампулка от ручки уберу подшерсток подровняю мех это как обычно озвучивать я уже сильно так не буду посмотрим теперь на длину крыла будет ли нам достаточно да вполне достаточно для того чтобы подойти к нашему загибу подровняли отрезали лишнее и вот прямо за глазками слегка заходя на площадку я под углом начинаю крепить наш материал под углом не заходят еще на площадку вот так как вам видно не заходим еще на площадочку проматывая немножко по площадке подготавливаем место для крепления люрекса и черного меха песца изготавливается довольно таки быстро в рыбалке очень удобно и спиннингисты не могут нарадоваться один единственный недостаток это то что по форме крючка невозможно огрузить достаточно хорошо этот стример некрасивое получается тело если есть желание я это уже делал можно просто потом нагреть и подогнуть отпустить крючок и под себя подогнуть как вам сделать площадочку больше но это уже лишняя морока черный мех песца у нас должен быть несколько больше по длине но опять же в пределах разумного так чтобы он у нас слегка закрывал наш белый мех края белого меха подровняем наш мех и здесь теперь не сильно заходя на площадочку тоже под небольшим углом я начинаю крепить черный мех очень даже хорошо как вы видите место у нас хватило на все у нас достаточно и здесь я подготовил качественный блестящий элемент плоский голографический который я буду крепить если по каким-либо причинам у вас допустим нет можно использовать давайте даже я вам изготовим с кристалл флэш возьмем совсем совсем немножечко буквально парочку отрежем для крепления даже нам бы хватило и одной пряди но так как ее одну неудобно укладывать я всегда стараюсь отрезать так чтобы было удобно работать и по обе стороны слева и справа я подровняю по длине уложим по парочке буквально нашей кристалл флэш можно использовать и другой люрекс но желательно так чтобы он имел достаточную жесткость чтобы можно было проконтролировать его и он чтобы не запутывался в волоски нашего меха поэтому по правилам лучше конечно использовать плоский даббинг он меньше запутывается в мехе вот мы закончили вот крепить наш нашу кристалл флэш и теперь я как обычно чтобы не менять нить я возьму подкрашу ее и здесь же сделаю завершающий узел и головку вскрою лаком и потом вам уже покажу я вскрыл немножко головку лаком подровнял само крыло и как вы видите наш стримерочек для ультралайта два с половиной три грамма его вес готов для работы повторюсь не знаешь какая рыба клюнет поэтому желательно использовать с поводком потому что щука у нас всегда может неподходящий момент откусить всего вам самого наилучшего до скорых встреч